Доброго времени суток! Меня зовут Артем, вы находитесь на канале Исследователь. Сегодня будем исследовать мой брокерский портфель и некоторые новости фондового рынка. Поговорим о такой теме, как падающие ножи, когда стоит ловить, а когда не стоит. Вообще не стоит их ловить, но на самом деле есть разные стратегии агрессивного инвестирования. Есть хорошие компании, которые могут падать по тем или иным причинам. Есть плохие компании, которые тоже могут падать по тем или иным причинам. И вот тут сама суть, чтобы не поймать ту компанию, которая является плохой. Сегодня мы видим, что у меня 0,74 прирост по портфелю, что составляет 5720 рублей. Индекс московской биржи бичмарк 0,43 и мы видим, что я его динамичненько обгоняю. Что на графике бичмарка? Очень такая интересная картина. Мы видим и пики, и низа лаи, можно сказать, в такую линию выстраиваются. И вот здесь мы отловили уровень поддержки, и вот цена консолидируется. Вы запомните этот график, как он сейчас выглядит примерно на четырех часах и на часе? Вот запомнили? Мы сравним еще некоторые позиции и поговорим о некоторых тенденциях. И я объясню свои сделки, покажу, расскажу мотивы своих сделок, ну и объясню стратегию. На самом деле у меня несколько стратегий в портфеле. То есть есть долгосрочные дивидендные акции, бабушкина стратегия. Есть акции спекулятивные. Есть стратегия окурки. Есть стратегия единороги. Вот, сейчас на этом не буду зацикливаться. Стратегий много разных. И мы видим, пробежимся, что за сегодня растет, что падает быстренько. Вот мы видим, вуш начинает отрастать после хорошего падения. Что тут еще? Астров, экосистема. Банк Санкт-Петербург, он 2% дает. Башнефть, процент дает прироста. ДВМП, 3,63. Евро-Элтех, почти 1,6. Уже торги 1,59. Лукойл, 2% роста. Лента, 1,69. Сегодня в моменте на 3% падало. Так, Мечил, 0,71. НК, НХ, там подрастает. НЛМК, вот, 3% роста. Новотек, процент даже нарисовал. Отбился от поддержки. А вот Роспадская, видите, теряет. Рени вообще сливают. Сегодня, может быть, у нас Дивгэп. Надо проверить будет. Хочу докупить рени. Вот, Роснефть, видите, смотрите, сегодня 2% практически рисует. Ленэнерго, Россети, на месте топчется. Биржа, 2,7 в моменте, 4%. Это вечерка, наверное. Вечернюю еще дорастаем. Банк, Сбербанк. Видимо, почти одинаково. Префия обычка по 0,7-0,8. Северсталь, на месте стоит. Сегежа тоже остановилась. Совкомбанк в моменте. Вырос сегодня тоже в минусе, был хороший. Сомкомфлот стоит. Никуда не плывет. Теньков тоже стоит. Трубная, вот, подрастает 1,5%. Татнефть по 1,5%. Вот, Химпром отскакивает в моменте. И, ЮГК, 0,1,8% снижения. Потом мы видим у меня БПИФ на Теньков. Это паевой фонд на индекс московской биржи. У меня появился новый имитент. Это облигация. Бизнес-альянс. Бизнес-альянс серия 2,0,1, R, или P-24. Смотрите, она сейчас торгуется 94%. Она уже у меня в плюсе. Можно продавать. Видите? На целых 2 рубля, 10 копеек. Так, о выпуске, о выпуске. Как я искал, бумага без амортизации, без аферты. Вот. К погашению 22,17. 22,17. Где у нас тут купон? К погашению 22,17. Купоны. Купоны. Купонная доходность 20%, 12 раз в год. Накопленный купонный доход я уже заплатил. Вот. По 16,44. Она выплачивает. О эмитенте. Об эмитенте. Так. Обзор. Низкий рейтинг надежности. Средняя ликвидность. Смотрите. Да, рейтинг низкий. Типа, ну, может дефолтнуться. А средняя ликвидность, то есть бумага хорошо торгуется. А это хорошо, что я ее могу, в принципе, продать в любой момент. Вот. Низкий у нас, да. Это B, B, минус. То есть 2, B, минус. Как-то так. Я с облигациями не очень дружу. Не очень дружу. Но вот тут решил подружиться. Такая доходность 20% до 27 года. Думаю, на просадках буду докупать. Ну, чтобы как минимум набрать позицию такую, чтобы можно было с купонов снова эту же облигацию докупать. Буду включать механизмы сложенного процента на простых вещах. Также мы видим, у меня появились ФЗшки. Я уже показывал это. Самолет также есть с купоном. Но здесь мне не нравится. Я вот искал именно, чтобы не следить. Видите, здесь есть оферта. Оферта это значит пересмотр условий по облигациям. То есть текущая доходность. Ну, совершенно другой калинкор. И вообще у нас за все время минус 9 рублей. Ну, купоны приходили, я в плюсе, я могу ее продать и купить, купить вот эту облигацию бизнес-альянса. Смотрите, что хотел показать из идеи. ЮГК покупал сегодня. Вот мы видим покупки. Видите? Где они тут? Показывают, не показывают. Вот, покупал 600 штук, они по 10 в лоте торгуются. Цену не вижу. Вот, по 83. Цена на 83.17. Примерно на том же уровне, на котором усреднял. Что по графику, что по графику тоже наблюдаете. Видите? Пики снижающиеся. И сверху верхние и нижние пики. Они в конус сводятся. Такой в конус сходятся. Это говорит о том, что где-то здесь сейчас, возможно, разворотная точка. И мы потом отскок хороший увидим. Вот, видите? Вот шли раз отскок. Соответственно, здесь будет отскок на... Наверное, либо этот будем перебивать, либо ниже. Ну, будем посмотреть. По этому позицию набираю. Это золотодобытчик. Брокер рисует десятку. Видите? Прямо из девяти десятку прям вообще рисует. Что еще он тут может нам нарисовать? Аналитики. А налить ли... А не налить ли... Вот, 60% роста на рубль 38. Вот, я все, что говорю, это не является индивидуальной рекомендацией. Поэтому я ЮГК фиксировал прибыль. Мы видим, сейчас у меня позиция на 10 тысяч сформирована. С 13 тысяч штук. Давайте я вам покажу. Покажу аналитику. А не налить ли аналитику. Вот, видим, за все время 17% доходности. Все время это с января 2023 года. Здесь два счета. ИС и обычный. У них разная доходность. Нам нужно с вами ЮГК. По ЮГК, видите, 4 тысячи плюсом. То есть, сейчас она в минусе, но на самом деле у меня по ЮГК 4 тысячи плюсом. Итак, по некоторым эмитентам, по которым мы сейчас можем даже наблюдать плюс, здесь мы можем увидеть структуру моего портфеля. Видите, Лукоил у меня почти 7%. Сегежа уже догоняет Лукоишу. Это у меня китайский эмитент, нефтедобытчик. Интерау 5%. Диасов 4%. Это я вот буквально за последнее время нарастил. Банк Санкт-Петербург. 4% у меня было 2%. То есть, структура портфеля у меня за это время сильно поменялась. Я увеличил многие позиции. Вот, соответственно, срезал частично доходность. ВУШ у меня было там в районе 1%. Сейчас мы видим уже 3%. АФК система 2%. Позитива не было. Я его снова приобрел. По позитиву будет тут, видите, покупал. Башнефть не было. Я поменял на МТС Башнефть. Тоже видим. Это Химпром открылся. Видите, хотел поговорить о падающих ножах. Вот, смотрите. Можно было докупать здесь, здесь, здесь. Я пока наблюдаю. Вот, уже сейчас, сейчас уже вот вижу, что, в принципе, нужно начинать усреднять Химпром. Вот. Потому что могу упустить. Упустить. Здесь, видите, набрал на верхах. Набрал на верхах. И сейчас нужно уже усреднять. Потому что, в принципе, позиция хорошо уже. Цена устоялась, сформировалась. И должен быть отскок. Тоже запомните этот график. Так. Возвращаемся. Так. Вот, покажу вам дивиденды и купоны. Это оставшиеся дивиденды. Потому что у меня было 20 тысяч. Сейчас стало поменьше. Евро и ЛТХ снова начал набирать позицию. Под дивиденды, мы видим, тренд меняется. Дивиденды небольшие, поэтому ДИВГ будет незаметный. Вот, было падение. В принципе, начинаю набирать Евро и ЛТХ. Так. По Роснефти, по Роснефти, дивиденды мы видим за сегодня, буквально выкупили бумагу. Такой рост был. Наблюдаем пилу. Уж думал купить. Здесь, ну блин, тоже как двойное дно. Видно разворотный паттерн. И мы находимся, да, в нижней зоне. Были еще ниже. Были еще ниже. Ну смотрите, в принципе, имеет смысл. Вот у меня была покупка. Вот была покупка. Имеет смысл сейчас докупить. Падающий нож. Нет, уже, видите, развернулась на 2% бумага, выросла. То есть, имеет смысл. А что? Ну дивиденды, дивиденды, соответственно. Какую доходность она дивидендную дает нам сейчас? 6-8%. Ближайшие 5%. То есть, бумага просела, она дает 8% дивидендной доходности. Поэтому, Роснефть рассматриваю к покупке. Все, что я говорю, не является никакой инвестиционной рекомендацией. Это просто мои мысли. Это то, что, возможно, завтра я буду делать. А может быть, даже и сейчас совершу это. Так. Что еще из идей хотел с вами обсудить? Так, посмотрим. Давайте Астру. Что на графике по Астре? По Астре тоже мы видим. Тут дикие просадки, проливы. Здесь вот покупал. На этих проливах уже не докупал. Потому что, видите, средняя по порфелю 491 рубль. Не хочется размывать доходность, поднимать эту среднюю выше. Ну, наверное, нервы будет успокаивать. Так. И давайте про падающие ножи. Про падающие ножи. Да. Самый главный мой падающий нож, который я ловил, ну, с хорошим плюсом, это, наверное, все-таки был Яшка. Яшка. О чем я так? Давайте посмотрим. Лидеры. Лидеры по росту. Брокер обновил свое приложение. Видите, тут прямо лидеры и все открываются. Все-все-все, что ни на есть. По росту. Так. А нам нужны падающие ножи. Чтобы попасть в падающие ножи, нам нужна следующая вкладка. По падению. Во, точно. Мы не будем далеко уходить. Видите, минус 14% полиметалл. Давайте посмотрим полиметалл. Я же владел им. Я его покупал по 900, у меня переезжал. Поговорим об этой боли. Вот, видите. Кучу покупок. На самом деле, я первые покупки делал вот здесь. И когда упал он полиметалл, я последние покупки, давайте, может, здесь у меня же есть история. История, история, история. Вот, продажа-продажа. Видите, покупал по 399 рублей. По 400. Да, за одну акцию. По 402, по 300, по 417. Это почему я усреднял. У меня было три акции. У меня было минус 40%. И вот это вот, видите, по 400 рублей, потом продажа, видите, отфиксировал. И снова начал покупать. Они уже стоили там по 470, по 480. Снова покупаю. И снова отфиксировал продажи. То есть, я выводил из минуса счет. И, в принципе, я его вывел. Мы можем, опять же, посмотреть. Видите? И вот, а покупал-то я его здесь. У меня просто переехало из ВТБ, в связи с блокировкой, переехала часть активов в БКС. И переехали сюда акции, заблокированные на поле металла. То есть, они были заблокированы в ВТБ. Их перевели в Альфу. А за Альфу их перевели в БКС. И здесь я их уже начал усреднять. То есть, я ловил падающего ножа. Вот здесь, видите, уже вот здесь, вот прямо сам внизу. Я начал выкупать. И вовремя последнее, вот видите, буквально продажи сделал вот здесь. И уже все. После этого альтернативы не было. Был бы минус. Ну, соответственно, можно перекреститься, если бы я был человеком верующим. Видите? Шестерочку БКС рисует. С девятки буквально, ну, чуть-чуть поменял рейтинг. А что же произошло? Давайте перейдем в телеграм-канал и почитаем. Но сперва, сперва вот хотел это самое, от Федора запросить свежие котировки. Федор, ты не спишь? И он, как всегда, усыпает под видео. Ну, ладно. Мы можем эти переслать. Пересылаем в наш телеграм-канал. Смотрите, друзья, сейчас я вам покажу, покажу, покажу. Тут размещал разные новости, все не будем обсуждать. О дивидендах. Вот, мне понравились энергетики, начали нравиться. Я, наверное, буду рассматривать еще и энергетиков других. Ну, хотя Ленэнерго, вот Рени, утверждены дивиденды. А мы видели пролив как раз на сумму утвержденных дивидендов. Вот примерно о чем я говорю. Смотрите, горький опыт, не иначе. Ну, вы дальше можете почитать. Мне дальше интересует новость. Это, опять же, про рекомендации полиметалл. Рост, рост, запоминайте, да, все это держать. Мы переходим к новости. Переходим к... Вот. История болезни инвесторов по полю. Смотрите. Здесь мы слишком рано растет. Здесь мы покупаем с плечами. Здесь усредняем. Точно отскочит. Здесь еще усредняем. Дно близко. Здесь покупаем. Разворот очевиден. И здесь вот теперь все точно. О чем это? О чем, о чем это? Это я делюсь своими сделками. Пополнение. Мы видим с утра индекс падал. Это лидеры. Здесь еще его нету. Этого полиметалла. Или он есть? Называется нет. Здесь его еще нету. А вот. Золотобывающая компания. Солдверд. Какой-то революшн. Полиметалл. Подала заявку на делистинг акций с московской биржи. И в моменте бумаги падали больше, чем на 20%. Потом отскакивали до минус 12%. Вот такой вот рыночек. Это в моменте. Видите? Отскока. Потом свеча даже. Ну, прям совсем там цена подымалась. Поэтому. В случае полиметалла. Падающий нож. Это смертельный нож. Который может уйти безвозвратно. Это наш чат. Здесь люди общаются. Здесь люди так и на ломка взбесился. Ставим реакции, друзья. Не забываем. Так. Тут друзья общаются. Это мы с Андреем общаемся. Мультитренд. Натяни на графике. На часовом. Или на четырехчасовом. Может быть на трех. Посмотри, насколько выше выскочило. Это делится своими портфелями. у человека облигации. Жми лайк. Так. Вот. Котировки не срабатывают. То срабатывают, то не срабатывают. Странная история. Вот. Мы видим полиметалл в моменте. Минус 12. Поэтому, друзья. Это чат. Если хочешь добавиться в чат. Сканируй. Добавляйся. Это телеграм-канал. Здесь я размещаю все последние новости. Новости из бота. Вот. Смотрите. Еще пройдемся по основным новостям. Главные новости дня. ВУШ опубликовала хорошие результаты. Поэтому ВУШ я набираю. ЮГК планирует в июле запустить вторую линию на высоко. То есть, поэтому я тоже набираю ЮГК. Новотек. Новотек. Больная история. Пока не будем трогать. СПО ЮГК по 81 рублю. И теперь возвращаемся к нашему ЮГК. К нашему ЮГК. Полиметалл нам уже не интересен. Нам интересен ЮГК. Возвращаемся к ЮГК. Смотрите, какая история по ЮГК. Мы подходим 83. 81 из ПО было. Люди купили по 81. И сейчас в рынок продают вот этот профит. Спред 2-3 процента сливают, фиксируют прибыль. Поэтому из ПО уже прошло. Вот оно, видите. И они сливают, фиксируются. Поэтому жду еще до слива вот этих вот. Те, кто грамотные, они по 81 купили. И не будут уже сливать. Поэтому даже с точки зрения дивидендной доходности. СПО, ну не просто так. Имитент делает по 81 рублю. Наверное, о себе что-то знает. Поэтому 83 рубля для ЮГК отличная цена. Поэтому по ЮГК вот такой вот дал расклад. Потом еще, что я тут покупал. Давайте сразу откроем отчет, историю. Покупал биржу, покупал ленту. Давайте откроем. А, нет. Сперва откроем DWMP. Чтоб вы же график запомнили, друзья. Видите, смотрите. Ничего не напоминает? Никакой график. Как вот мы видели, Химпром. Так же DWMP. Скорее всего, сейчас будет небольшой отскок до 72. А потом пролив до 64. Вот там я буду прикотлечивать на 65. Вот так вот. Прям буду набирать в топку позицию. Потому что это вот где-то вот этот нижний пик. Видите, сколько здесь? 62, ну, 64 где-то в среднем будет пролив. Буду добирать. И потом, фью, вот прям свечка какая-то должна быть. Ну, может не свечка. Вот, ну, по крайней мере, половина вот этого пика. То есть, вот от этих хаев 94. Соответственно, мы должны будем увидеть. Ну, то есть, процентов, наверное, 15-20. Вот прям такого вот в роста. А там дальше либо вниз пойдем, либо будем перебивать хаи предыдущего. Пойдем штурмовать максимум ее. По бирже, по бирже. Биржа Санкт-Петербурга находится в истории окурки. Мы видим огромная свеча. Огромнейшая. Такой скачок. Ну, вот смотрите. Вот это было IPO. Не буду объяснять. Да, многие уже знают, что такое IPO. И вот с момента IPO. Здесь я начал покупать. Покупал, покупал. Покупал, покупал, видите. Тут чуть-чуть фиксировал прибыль на убыток. То есть, продажа и покупка, и продажа, видите. Для того, чтобы снизить налоговую нагрузку. Из-за того, что, ну, вводил деньги. И, как бы, ну, есть история. Вот здесь уже, видите, фиксировал прибыль, продавал и снова покупал. И вот она снова летит. На самом деле, я сильно сократил позицию. Сейчас немножечко жалею об этом. Ну, на самом деле, не сильно расстраиваюсь. Поэтому по бирже жду в ближайшее время разворотной коррекции. И там буду добирать. О каких уровнях буду добирать, напишу в телеграм-канале. Размещу, когда буду покупать. По ленте, по ленте. Смотрите, какой интересный график. Тоже покупал на разных уровнях. Продавал. Сейчас второй раз захожу в позицию. Фиксировал плюс. Мы видим, видите, отскок. И сейчас пытаемся штурмовать вот эти вот текущие максимумы. Возможно, будет еще пролив. Еще будет пролив. Вот еще, видите, 59. Может быть, пониже сходим. Сейчас посмотрим. Да нет, ниже, наверное, уже особо не сходим. Вот тоже, видите, похоже чем-то истории. Ну, чуть-чуть отличаются графики, конечно. А те два были очень сильно похожи. Поэтому жду тоже перевод, видите, фиксировал прибыль. Здесь покупал, покупал, фиксировал. Здесь вот поторопился, поторопился. Ну, тоже фиксировал прибыль. И вот здесь уже снова начал покупать. То есть, ну, я жду, на самом деле, от этого эмитента дивидендов. В будущем, там, год-два. Поэтому, в принципе, если бы не фиксировал вот эту последнюю прибыль. И сейчас бы докупал. У меня бы средняя по портфелю была бы вот где-то в районе 900. Там даже, может быть, меньше рублей за ценную бумагу. Поэтому иногда, да, я совершаю ошибки. Иногда не совершаю. Вот ЮГК я покупал. Вы видите, 4000 усреднял. Следующую покупку нужно в районе 8 делать. Почему в районе 8? Ну, давайте посмотрим. Дран-дран-дран. Почему тут? Во всем должна быть своя математика. Так, где у нас показатели, история? Видите, покупка. Ну, то одна, там, 1800. То есть, усредняя потом еще одна. Ну, там денег не было. Остатки денег, скорее всего. Потом покупал две и уже четыре. То есть, было в районе 5000. И я покупал вот на 5000 в среднем, чтобы... То есть, пять было и на пять докупил. То есть, по идее, по-хорошему надо было бы на десяточку. Ну, опять же, ловля падающих ножей. Очень хорошая штука. И я вам объяснил, ну, на примере вот полиметалла. Поэтому при выборе ловли падающих ножей нужно понимать, что вы ловите, до каких уровней вы ловите. Если у вас свой риск менеджмент. У меня в этой части я не ставлю ни стоп-лоссов, ничего. Потому что торгую на свои. У брокера ничего не занимаю. Поэтому такая вот история. Пока мы с вами тут общались, плюсы прирастают. Было 5, стало 6. Вот видите, 1500 просто за несколько минут разговоров. Итак, давайте выполним пополнение ИИСа. Это вот два счета обычные. И начинал я с этого. У него такая вот доходность, видите, 31%. У этого счета пониже, потому что я все время его размываю. То есть за все время, видите, я как размыло его. Плюс здесь есть такие эмитенты, как ВУШ. Видите, минус 5% нужно тоже докупать. АФК минус 8 рисует тоже нужно докупать. Это все падающие ножи, друзья. Падающие ножи. Ну, на самом деле, я по АФК уже фиксировал плюс. Ну, да, возможно. Смотрите, какие риски возможны. Возможно. Сейчас не буду уже докупать. Буду смотреть, либо она вырастет, хорошо перебьет. И мне в плюс выйдет в хороший. Либо она упадет, ну, на сколько? На 9 рублей. Ну, буду докотлечивать, значит, на 9 рублей. Поэтому по АФК системе держать, еще раз держать и держать. На 21 тысячу. Астра, видите, у меня 19%. Тоже размыл доходность. Было 20 штук, стало 45. По банку Санкт-Петербург на этом счете начал недавно позицию набирать. Брокер рисует семерочку. Недавно рисовал у нас семерочку. Что здесь в прогнозе? Что в прогнозе? Держать. Ну, 1% роста, да? Мы за сегодня только 2 нарисовали. Ну, что, не издеваются, что ли? 300. Видите, процент роста. Снижение, да, показывать должно. Ну, то есть, понимаете, она уже их не прогнозы перебила бумага. Тоже я публиковал в телеграм-канале это по полиметалу. Видите, в какой свече прям покупал. Вот, смотрите, в росте, в таком в росте, да, вот кажется. Ну, на самом деле, это недельный график. Если на днях смотреть, то последняя покупка была вот здесь. Конечно, можно было ниже ловить. Ну, за рынком прям кардинально не слежу. Поэтому докупал хороший имитент. Буду счет добирать, на этот же счет размывать доходность. Поэтому вот буквально, когда я начал покупать, всеми сделками делюсь. История. Вот, в декабре 23-го я продал, зафиксировал плюс по остатку. И начал заново в феврале вот 10 купил, 10 в апреле купил, в мае 10 купил и в мае 10 купил. Итого у нас получается 10, 10, 30, 40. 40 штук. Все сходится. Видите, 17% буквально за сколько? Вот за несколько месяцев. При том, что размывают доходность. То есть, если бы я сразу купил, когда я сделал первые покупки на всю сумму, у меня бы сейчас было бы 40% где-то роста. Ну, такая вот история. Поэтому, друзья, да, не могу я вот так сразу вкотлечиваться. Да, знаю хорошую историю. Это обратная медаль падающих ножей. То есть, покупаю лесенку на росте. Лесенка вниз, лесенка вверх. Лесенка вниз, лесенка вверх. Ну, такая моя стратегия. Кто-то, да, заходит сразу на всю котлету. ДВМП я вам показал. По Евро-Лтеху, по Евро-Лтеху. По Лукоши. Давайте посмотрим, что с Лукошкой. По Лукошке мы видим, отскок рисуем. Последняя покупка. Да, можно было бы, да, и докупить здесь. Видите, рано купил. Мы закрыли ДивГЭП, а потом пошли на какую стагнацию. По СБЕРу, возможно, будет, друзья, та же самая история. Поэтому давайте откроем СБЕР. Давайте откроем СБЕР. Рынок нас обманывает. Поэтому не нужно быть хитрее, нужно быть прозорливее. Вот последняя покупка по СБЕРу была. Соответственно, 33 рубля у нас, если где-то от текущих, уже мы видим, рынок выше не идет цена. Вот вроде бы двойное одно должны стрельнуть. Но нет, тут не пойдет цена. Это спекулянты уже фиксируют. Многие брали под дивиденды, чтобы продать, навариться. А здесь они видят, что уже потенциала нет. Начинают фиксироваться тем самым, толкают цену вниз. Вот, друзья, такая история. Так, 33 рубля мы от текущих отнимаем. Это у нас получается по 80 с чем-то рублей. Потом идем, закрываем ДивГЭП. И потом идем в стагнацию, в стагнацию. Может быть, сходим... Насколько мы можем сходить-то в стагнацию? Ну, наверное, вряд ли на 255 рублей. Ну, вот, наверное, сколько здесь? 292 или вот здесь вот где-то гэп открытый есть. Да, вот, хорошо было бы вот сюда сходить на нижний уровень. 282. Да, вот на 282 может сходить бумага. Ну, вот здесь буду присматриваться к покупке. Если что, уже набирать. Поэтому на ДивГЭП я брать не буду. Буду наблюдать за сбером. И видите, у меня по сберу на ИСе всего 40 бумаг. И на основном счету небольшая сумма. Поэтому такие мысли, друзья, по эмитентам. По Сумкомфлоту мыслей никаких сейчас положительных нет. Кроме того, что нечем нам возить будет, если Сумкомфлот умрет каким-то образом. Но котлетиться, покупать что-то желания нет. Хотел продать, но не продал. Поэтому, друзья, еще раз напоминаю. Нужно подписаться на Телеграм-канал. Оставить свой комментарий под видео. Если какие-то появились интересные идеи к покупке, пиши в комментариях. Я тебе отвечу. Поговорим, обсудим. Либо подписывайся сюда, сканируй. Все бесплатно, никаких сигналов. Отвечаю на вопросы по мере возможности в чате. Чтобы попасть в чат, опять же, вы можете просто под любым комментарием в Телеграм-канале что-нибудь написать. И мы пообщаемся. Вот опять же, можете услышать. Да, Андрей, смотри. И сейчас мы вышли за трендовый канал по бирже. Сейчас, возможно, будет откат. Хотя, если вдруг новость какая-то выйдет, супер положительная. Ну, блин, я не знаю, куда еще лететь. Давно не снижалось. Прямо давно не снижалось. Хочется отката, хорошего отката. Там хотя бы к 125-120 рублям. Вот так вот. Вот прям вот хочется. Если я увижу эти ценник, я прям найду денег еще под закуплюсь. А так, так, да. Летит куда-то она. Да, Андрей. Вот. Это к тому, что... К тому, что... Да, ничего не будет. Может быстро закроет. Это вот по поводу Сберма. Мы просто общались с подписчиками. Поэтому, дружище, для того, чтобы в курсе, подписывайся на телеграм-канал. Хотел денег пополнить, продолжить, но не буду затягивать видео. Ставь лайк. Тебе удачи. Прибыли на рынке. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.